Ну и там же в Гунибе проходит турнир по скалолазанию в рамках второго фестиваля этнокультурного туризма «Журавли». В район съехалась молодежь со всего Дагестана. Комитет по туризму проводит соревнования не только среди новичков, но и маститых спортсменов. В течение нескольких дней определятся лучшие не только физподготовки, но и в знании истории родного края. Как ребята покоряют дагестанские вершины, расскажет Мадина Рамазанова. Палаточный лагерь на туристской поляне в Гунибе. Здесь сразу попадаешь в гуще событий. Кто бегает, кто прыгает, а кто завязывает узлы. И тут это вовсе не забава, а скорее необходимость. Правильно завязать. К примеру, страховочные в таком опасном виде спорта, как скалолазание, крайне важно. Это правильно. Встречная восьмерка. Один неправильно завязан. Это для соревнующихся минус балла. Ошибок быть не должно. Любой недочет может привести к серьезным последствиям. Если на скалах хоть эта восьмерка не будет, страховки, если она там развяжется, упадет человек. Участвуют в соревнованиях команды со всего Дагестана и самых разных вузов. За ними наблюдают, их оценивают и поправляют спасатели и туристы со стажем. Кого-то судьи снимают соревнования уже на первых же этапах. За два дня, наверное, примерно разобрали, собрали, примерили снаряжение и все. Буквально три человека у нас новую, ни разу не приходило. Пока проигравшие в стороне обсуждают подготовку к следующим соревнованиям, другие участники спешат пройти испытания первыми. Сейчас ребята проходят один из самых сложных этапов. Здесь по веревке они поднимаются. По легенде, один из команды ранен. Вместе с ним они должны чуть дальше суметь успешно спуститься. Важна не только сила, тут главная уверенность, точность, осторожность. Здесь не столько физическая способность, сколько техника нужна. Если техника есть, правильный участник поднимается, если он подготовлен. Даже особо силы прилагать не надо, просто если главная техника. Команда справляется. И самое страшное и удивительное, что вот таким вот Макаром девушка на спине у юного скалолаза спускается в первый раз. До этого момента ребята даже не тренировались. Было очень страшно, я боялась, что мы заденем, поцарапаемся. У нас хорошо, наша команда нам помогла, нас страховали. И потом я закрыла глаза. Мне было страшно. Все очень было отлично. А дальше еще сложнее. Переправы по воздуху около шести метров. Над землей осилия только самые крепкие и сосредоточенные. Команда Буйнакского медучилища вполне может занять первое место, говорят судьи. Кто станет лучшим, будет ясно позже. Победители определят по результатам нескольких дней. Кроме этих соревнований, тут будут еще и семейные состязания, и даже краеведческая викторина по творчеству Расула Гамзатова. На данных соревнованиях принимают участие все наши дагестанские вузы, районы. Это Ахваловский, Казбековский, Гунибский район. Очень активное участие принял 4 команды от Гунибского района на данных соревнованиях. Соревнования в Гунибе проходят впервые, но теперь, возможно, станут традиционными, говорят в Комитете по туризму. На будущее здесь обещают еще более интересные задания с привлечением все больше молодых юношей и девушек. Мадин Рамазанов, Альдар Ибрагимов, Рамазан Амаров. Время новостей.